Кто хоть однажды видел это Глазков Иван Павлович Необычная судьба у этого человека Необычная история Ну, наверное, как у всех У каждого человека своя судьба Свой жизненный путь Свои испытания То, что ему было уготовано Иван Павлович Глазков Родился в 1914 году В селе Пянжа Ковалкинского района Мордовия Отслужил армию Пришел домой Женился Была семья Дети Но начинается война Он был простым колхозником Начинается война И уже в декабре 1941 года Он попадает на фронт Прежде чем отправиться на передовую Иван Павлович Иван Павлович попадает в учебку Там он изучает устройства 82-х миллиметровых минометов И способы их боевого применения 82-х миллиметровый батальонный миномет Образца 1943 года Масса в боевом положении 58 килограмм Скорострельность 30 выстрелов в минуту Начальная скорость мины 211 метров в секунду Масса мины 3 килограмма 100 граммов Дальность стрельбы 3 километра 40 метров Оружие очень мощное Основные потери Во время Великой Отечественной войны Пехота несла Именно от огня минометов После обучения Ивана Павловича Глазкова Отправляют в 920-й стрелковый полк 247-й дивизии В минометную батарею На передовой Он показал себя Грамотным и умелым воином Он награжден медалью за отвагу За то, что в бою Он заменил погибшего товарища Он, когда погиб командир отделения Он возглавил отделение И когда была немецкая контратака Он со своим расчетом Отделением Они отразили эту контратаку Уничтожили десятки фрицев Лето 1943 года Горит и содрогается Курская дуга Севернее также идет сражение За Смоленск На одном из участков Наступает часть В которой служит Лихой минометчик Иван Глазков Продвижение Красной Армии Было стремительным Освобождали один населенный пункт За другим Однако немцы воевать умели И сдаваться не собирались Они выбрали позицию И создали укрепленный пункт обороны В районе деревни Понизовье Субарь Немцы хорошо укрепились Там были хорошие высоты И в Понизовье Стоял даже штаб Немецкого соединения Немецкой дивизии И поэтому укрепления Были очень сильные И наступление Притормозилось Три дня советские воины Штурмовали укрепрайон Бои были тяжелые И кровопролитные В результате яростных атак 13 апреля освободили Деревню Субарь Стрелковые части пошли дальше А на господствующей высоте Закрепилась минометная рота Ивана Глазкова На высоте Которая Нависает И над деревьей Субарь И над рекой Болова Которая там рядом Протекает Вот И как бы В сторону немецких позиций Вот на этой высоте Поставили минометную роту Командиром роты Был лейтенант Ершов И вот 19 человек Несколько Минометных расчетов Они Устроили позиции Оборудовали позиции Для минометов И заняли Вот такую Оборону Несмотря на поддержку Минометов Стрелковые части Не смогли взять Штурмом Село Панизовье Фашисты успели Перегруппироваться Подошла Свежая дивизия Одним ударом Отбросила наших бойцов И вернула позиции В селе Субарь Минометчики Оказались В окружении Практически Вот Они были впереди Теперь А наши Части сзади Немцы Предприняли Одну атаку Вторую атаку Сначала 13 Потом 14 С утра Чтобы Вот Шибить Сковорнуть С этой высоты Именно Этих Минометчиков Их было 19 человек Двое Видимо Были ранены Их Успели Эвакуировать В тыл Успели уйти Осталось 17 человек Вот эти 17 человек Под руководством Командира Ярешова Где был И наш Земляк Глазков Иван Павлович Они Поклялись Держаться До конца Девилась Роща Под горою И вместе С ней Горел Закат Нас Оставалось Только Двое Из 18 Ребят Как Много Их Друзей Хороших Лежать Осталось В темноте У Незнакомого Поселка На Безымян Высоте У Незнакомого Поселка На Безымян Высоте Слова Слова этой Замечательной Песни Написаны Как будто Про историю С однополчанами Ивана Павловича Глазкова Все думали Что в живых Осталось Только Двое Из тех 19 Кто Обронял Высоту И дал Клятву Ни шагу Назад Повезло Тем Кого ранило В начале Наступления Немецкой дивизии Их Эвакуировали В тыл Все остальные Пали Смертью Храбрых Обычно Начальство Скупо нахвалебные Слова Но случай Был уж Очень необычный И командир Полка Составил 17 наградных Листов В них Он представил Каждого из Минометчиков В том числе И нашего Земляка К высшей Правительственной Награде Званию Герой Советского Союза Минометная Рота 2-го батальона Под командованием Старшего лейтенанта Ершова Василия Андреевича В этот день В короткой Но жаркой Схватке Мощным огнем Своих минометов Уничтожила До взвода Вражеских Солдат и офицеров Взвод Это Более 30-40 человек Перешедший В контратаку Противник Был отброшен На исходные Позиции На другой день На высоту Где находилась Минометная Рота Немцы Бросили В контратаку 2 батальона Пехоты При поддержке Двух танков Типа Тигр И авиации Пьяные гитлеровцы Шли во весь рост В 6 рядов Стреляя на ходу Из автоматов Пулеметов И винтовок Подпустив Немцев На 200 метров Минометчики Достойно Встретили их Массированным Огнем Своих минометов Не считая С большими Потерями Пьяные гитлеровцы Лезли вперед На флангах Вражеским Автоматчикам Удалось Зайти в тыл Нависла Угроза Полного окружения В эту Трудную минуту Боя Старший лейтенант Ершов Обратился К своим Бойцами Командирам Не шагу назад Товарищи Будем драться До последней Капли крови К этому времени Кончились Мины А вражеское Кольцо Сжималось Все туже Минометчики Взялись За автоматы И винтовки И начали Расстреливать Фашистов В упор Первым рядам Немцев Удалось Ворваться На огневые Позиции Минометчиков Завязалась Жаркая Рукопашная Схватка Командир роты Старший лейтенант Ершов В этой схватке Был дважды ранен И несмотря на это Продолжал руководить боем Расстреливая В упор Из автомата Немецко-фашистских Захватчиков Когда вышли Гранаты И патроны Минометчики Стали громить Немцев Прикладами И стволами Автомата Ершов Расстрелял Все патроны И в нагане Схватил с земли Автомат И начал Им Беспощадно Уничтожать Немцев Окруженный Со всех сторон Гитлеровцами Истекающий Кровью Старший Лейтенант Ершов Погиб Рукопашной Схватке Смертью героя На его теле Было обнаружено Шесть Огнестрельных Четыре Штыковых Раны А голова Была Разморжена Прикладом Вокруг Командира Роты Ершова На поле боя Осталось 60 уничтоженных Им немецких Солдат и офицеров В этом бою Героические Минометчики Под умелым Руководством Бесстрашного Командира Роты Ершова Где Был И наш Глазков Иван Павлович Истребили До 250 Немцев 17 Минометчиков Пали Смертью Храбрых Но не Отдали Врагу Занимаемого Рубежа Тем самым Сорвали Наступление Немцев И своей Героической Борьбой Создали Условия Для подхода Наших частей И разгрома Врага На этом Рубеже Командование Армии Не согласилось С тем Что подвиг Бесстрашных Минометчиков Нужно отметить Звездой Героя И наградило Всех Орденом Отечественной Войны Первой степени Посмертно Их выслали Семьям погибших А однополчане Поклялись Сурово Отомстить Врагам За смерть Боевых Товарищей Коробочка С орденом Вместе с похоронкой Пришла и в село Паньжик Ковылкинского района Мария Кузьминишна Голоскова Сквозь горькие Слезы Прочитала Такие слова Ваш муж Голосков Иван Павлович 8 октября 1943 года За образцовое Выполнение Заданий Командования На фронте Борьбы С немецкими Захватчиками Награжден Орденом Отечественной Войны Первой степени Стойко Защищая Советскую Родину И громя Немецко-фашистских Захватчиков Он 14 августа 1943 года Погиб смертью Храбрых И похоронен В деревне Субарь Пас Деменского района Смоленской области Неописуемое горе Постигло семью Трое детей Осталось Без кормильца Через год В Паньжу Пришло другое письмо Мария Кузьминишна Раскрывает треугольник Письмо От Ивана Он был контужен И немцы Его Взяли в плен Контуженного А Сослуживцы Когда освободили Эту высоту Видимо Там было Такое месиво Что Не могли Разобрать Где кто И поэтому Посчитали Что раз Он не вернулся В часть Раз все погибли Значит Он тоже погиб И его Вот Посчитали Его Как будто Похоронили Как бы А он Попадает В плен Где-то На территории Белоруссии Их держали Он Делал Несколько Попыток И Очередная Попытка Удалась Удалась Он Бежал Из плена Некоторое Время Прятался Восстанавливал Силы Потом Попал Партизанам И когда Уже В 43-44 Началось Освобождение Белоруссии Он Когда Пришли Наши части Он Опять Идет На фронт Призывается Уже Новогрудским Военкоматом Белоруссии Вот И идет Дальше Воевать Уже Пулеметчиком Иван Павлович Глазков Всполна Отомстил За товарищей Павших На высоте Около Деревни Субарь Бесстрашно Косил он Врага Из своего Пулемета За боевые Подвиги Получил Орден Красной Звезды Дошел До Берлина После войны Вернулся В родное Село Панжа К жене И детям В их семье Появилось Еще Четверо Детей Работал В колхозе Охранником На ферме По словам Дочери Галины Ивановны Вспоминать О войне Не любил О ней Напоминали Пять ран Да пуля В груди Умер В 1992 Году Похоронен На сельском Кладбище Биография Вроде бы Простая Ведь судьба Ивана Павловича Глазкова Похожа На миллионы Других судеб Войнов Великой Отечественной Войны Победу 1945 года Добыли И те Кто вернулся Кто брал Берлин Рейхстаг Но победу Добывали И те Кто В 1941 На границе Встретил В 1941 Останавливал Немца В 1941 Под Москвой Остановили В 1942 Обратно Погнали В 1943 Еще дальше Сталинград И так далее Это все Слагаемые победы Вот из этих Маленьких Частичек И родилась Наша Великая Победа Александр Твардовский Я знаю Никакой Моей вины В том Что другие Не пришли С войны В том Что они Кто старше Кто моложе Остались там И не о том же Речь Что я их мог Но не сумел Сберечь Речь не о том Но все же Все же Все же На безымянной Высоте Пропахшие порохом Тучи неслись Пролившись свинцом С небосвода Ни шагу назад И ни пяди земли Касается Каждого взвода Но Киев Захвачен В кольце Ленинград Бои На пороге Столицы Бессонные ночи Кровавый закат Суровые Скорбные лица Часы отступлений Как вы нелегки Ведь каждый считал Он виновен И только на Волге У кромки реки Был враг Наконец Остановлен А дальше Сражения И ночью И днем За каждую русскую хату Приказ был На запад Под шквальным огнем Все было По силу солдату Свобода Тому лишь До гроба верна Кто предан Идеи народа Священная шла Мировая война Война Сорок первого Года На безымянной Высоте КОНЕЦ КОНЕЦ Мне кажется Порою Что солдат С кровавых Не пришедшие Полей Не в землю нашу Полегли Никогда А превратились В белых Журавлей Они До сей поры С времен Тех дальних Летят И подают Нам Голоса Не потому Так часто И печально Мы замолкаем Глядя В небеса Летит Летит По небу Клим Усталый Летит В тумане На исходе Дня И в том Строю Есть Промежуток Мало Быть может Это место Для меня Настанет День Из Журавлиной Стаи Я Поплыву В такой Жерк Сизой Мгле Из Под Небес По Птичьи Окликаю Всех Вас Кого Оставил На Земле Мне кажется Порою Что солдаты С кровавых Не пришедшие Полей Не в землю Нашу Полегли Когда-то А превратились В белых Журавлей Субтитры